Время новостей на телеканале Север в студии Ирина Цепитова. В округе начинается активная фаза подготовки к зиме. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. На эти средства необходимо подготовить к отопительному сезону все объекты жилищно-коммунального хозяйства региона. В муниципальных образованиях округа уже сформированы перечни таких объектов. В настоящий момент идет закупка материалов, необходимых для проведения работ. Основная часть мероприятий по ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры запланирована на август. Муниципальным образованиям и предприятиям необходимо провести работы по подготовке к зиме котельных, тепловых и электросетей, водо- и газопровода, уличнодорожной сети, очистных сооружений. Некоторые населенные пункты в передовиках, то есть уже готовы к предстоящей зиме. По Северному завозу топливо заведено в полном объеме. На Центральной котельной заменены два котла на новые, совершенствованные. К 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Ресурсоснабжающим организациям установлен срок завершения подготовительных работ не позднее 1 ноября. Жилфонд необходимо подготовить к зиме до 15 сентября. Учреждение образования к началу учебного года. Новость, которая пришла письмом. Жительница Усть-Кары Татьяна Хатанзейска поделилась с нами радостью. В Карском сельсовете купили модульный магазин. Приобретение осуществили с помощью субсидий от Заполярного района. Необходимость в открытии второго магазина назрела давно, говорят местные жители. Население растет, поселок активно строится все дальше от центрального магазина. В связи с этим жители Усть-Кары обратились в район с просьбой открыть дополнительную торговую точку. В ноябре прошлого года администрация Заполярного района предоставила Карскому потребительскому обществу субсидию на возмещение части расходов, связанных с приобретением и доставкой модульного магазина. Его уже установили. Также в поселок доставили необходимое оборудование. Сейчас ведутся работы по утеплению зданий и электрификации. Открытие модульного магазина ожидают в августе. Если в Усть-Каре уже купили модульный магазин, то на очереди Нижнепечорское, Колгуевское и Индекское потребительские общества. Администрация округа выделит им более 18 миллионов рублей на покупку зданий сельских магазинов. Потратить средства можно будет на приобретение и доставку зданий магазинов в населенные пункты. Соответствующее постановление администрации подписал первый заместитель губернатора Нао Сергей Ружников. Согласно документу, Нижнепечорскому потребительскому обществу может быть выделено 5 миллионов 800 тысяч рублей, Колгуевскому до 5 миллионов рублей, Индексскому до 7,5 миллионов рублей. Условиями предоставления субсидий является приобретение новых зданий, отвечающих всем санитарным и пожарным требованиям, использование здания по назначению не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию и отказ потребительских обществ от реализации в этих зданиях подакцизных товаров, алкоголя и табака. Кроме магазинов, в населенных пунктах округа откроются два новых спорткомплекса. К осени строители планируют сдать в эксплуатацию спортивный зал в селе Оксино к концу года в НИСИ. Таким образом, в селах округа станет уже 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Напомню, в июне мы рассказывали об открытии ФОКа в Нижней Пёше. Этого события сельчане ждали с прошлого года. Заниматься физкультурой в Пёше очень любят. Дольше всех открытия физкультурно-спортивного комплекса ждали школьники. Уроки физкультуры для младших учеников Пёшской средней школы проходили в помещении детского сада. Старшеклассники постигали физкультуру в здании Дома культуры. Сегодня эта проблема осталась в прошлом. Уже в новом учебном году ребята будут заниматься в долгожданном ФОКе. Спортивный зал на первом этаже укомплектован полибольным, мини-футбольным и баскетбольным инвентарем. На втором располагаются малый теннисный зал, раздевалки, душевые комнаты. ФОК пользуется большой популярностью среди местных жителей. Спортивное учреждение стало филиалом окружного дворца спорта «Труд». В дальнейшем все спортивные сооружения в сельской местности планируются объединить филиальную сеть. По мнению председателя комитета по физкультуре и спорту Игоря Шевелева, такой подход позволит оптимизировать расходы на административный аппарат учреждений, централизованно проводить закупки необходимого оборудования и спортивного инвентаря, планировать и своевременно проводить ремонтные работы. Сейчас спорткомплексами обеспечены поселки Красное и Нельминнос, села Коткино и Нижняя Пёша. Еще пять спортивных объектов расположены на территории города Нарьинмара и поселка Искателей. Жизнь на селе приобретает черты городского комфорта. Удаленными окнами многофункционального центра уже до конца года пользоваться смогут жители Индиги, Бугрино, Коткино, Каратаки, Устькары и Шойны. Удобство одного окна уже оценили в Андиге. Оно открылось 20 июля. К своим обязанностям приступил инженер-инспектор. Теперь вопросы по замене и оформлению паспорта, земельных участков, разрешении на строительство и многих других будут решаться гораздо быстрее. Людям удобно, потому что не надо ездить в город, ходить по всем инстанциям, по всем учреждениям, собирать все документы. А тут пришел, все сдал, все документы, какие надо, оформили, отправили и тут же могут отправить сюда уже готовые. Сегодня многофункциональный центр предоставляет населению округа 179 услуг по принципу одного окна, 51 государственную, 104 региональных и 24 муниципальные. МФЦ открыта в городе Нарьинмарево, филиал в поселке Искателей. Удаленные рабочие места созданы в 12 крупных населенных пунктах региона. По итогам первого полугодия к ним обратилось за услугами 12,5 тысяч человек, а за весь период прошлого года 8,5. Самыми востребованными среди граждан стали услуги по линии социальной защиты и Росреестра. На осенне-зимнее расписание автобусов может повлиять каждый пассажир. АТП решила посоветоваться с пассажирами. Выразить свое мнение о расписании рейсов можно до 1 августа. Всем оставаться на рабочих местах сокращения штата не будет. С 1 сентября начнет действовать новое осенне-зимнее расписание автобусов. Прежде чем утвердить документ, автопредприятие решило посоветоваться с жителями города. Чтобы узнать о мнении пассажиров, в рейс отправилась наша съемочная группа. На официальном сайте автотранспортного предприятия разместили проект нового осенне-зимнего расписания. До 1 августа каждый пассажир может принять участие в его корректировке. Свои предложения вы можете оставить на официальном сайте www.atp83.ru, в городской администрации или в письменном виде передать прямо кондуктору. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вам поступали уже от граждан пожелания по поводу нового расписания? Ну, только в устном виде пока все пожелания идут, потому что многие люди в отпусках и многие еще не видели этого расписания. О новом расписании знают и правда немногие. Оно появилось на сайтах городской администрации и АТП в начале июня. Проекты расписания разместили в некоторых автобусах и на остановках. Нет, я не знала даже. Посмотрю обязательно. У вас какие-нибудь вопросы, пожелания есть? А посетитель на работу? Вопросов нет. Меня все устраивает. Чтобы с утра и когда люди едут на работу, на обед и с работы, чтобы почаще ходить, как обычно. А почаще за сколько вы для вас обнимаете? Ну, минут 10. Разница между автобусами. Что главное, как в поселок Городецкий автобусы так же выходили, чтобы не изменяли. А если на 411-й кто-то объезжается, так надо знать расписание. Если расписание я буду знать, я сел, подошел ко времени и поехал. А то площадь и очень часто автобусы ходят. Очень хорошо. Узнать мнение пассажиров АТП хочет неспроста. В июне, когда автобусы стали ходить по летнему расписанию, люди негодовали. Количество рейсов заметно сократилось. Для летнего режима это характерно. В июне один автобус перевозит на 15-20% пассажиров меньше, чем, к примеру, в декабре. Будут ли сокращены рейсы в новом осенне-зимнем расписании, мы спросили в муниципальном предприятии. Дело в том, что в расписании в этом, например, поменялись движения самих автобусов. То есть на сегодняшний день у нас в пределах одной смены автобус совмещает несколько рейсов. Допустим, он ездит по 411-му, в какой-то период он идет по 413-му, в какой-то период он идет по четверке. То есть больше стало 413-го рейса. 411-й убрали, делали мониторинг пассажиропотока. Получается, что удобнее людям ездить, да, и потом сейчас дорого, в принципе, пересаживаться, да, с пересадками ехать все-таки. Вследствие этого сократили движение маршрута номер 2. В дневные часы, когда пассажиропоток сокращается, рейсов также будет меньше. А вот в пиковое время, утром и вечером, автобусы будут ходить регулярно. По словам разработчиков нового расписания городской администрации, изменения продиктованы оптимизацией бюджета в компании. Знаете, что сегодня пассажиры, огромное количество пассажиров ездит бесплатно, две трети пассажиров ездят бесплатно. Это все пенсионеры, все дети до 18 лет. И поэтому та выручка, которую собирает АТП, безусловно, не позволяет осуществлять пассажирские перевозки. В 2014 году на перевозку пассажиров было потрачено более 160 миллионов рублей. Выручка составила не более 36. Недополученные доходы предприятию компенсирует округ. Чтобы покрывать эти убытки самостоятельно, предприятию пришлось бы повысить стоимость проезда на 30-40 рублей. Поэтому сокращение рейсов – мера вынужденная. А пока расписание не утвердили, каждый пассажир может внести свою коррективу. С 1 сентября отделение соцзащиты начнет принимать заявление на предоставление путевок мать и дитя на 2016 год. Правом получения путевок по-прежнему могут воспользоваться дети от 4 до 14 лет включительно. А вот в перечень документов внесены изменения. Об этом нам рассказала в программе «Актуальное интервью» директор отделения соцзащиты населения Ольга Егорова. Я хочу сразу сделать акцент, что в этом году, в конце декабря, внесено изменение. И в этом году будут приниматься заявления «Срок не поменялся», но будет подход изменен. Определить именно категорию нуждаемости и адресности предоставления этой путевки. И в частности путевка будет предоставляться, если доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. То есть если мы раньше принимали заявление вне зависимости от дохода, мог воспользоваться бесплатной путевкой, то сейчас она зависеть будет от дохода. Я хочу сказать сразу, что в прошлом году у нас в очереди на 1 января 2015 года состояло 2394 человека. Приобретено путевок 1168. То есть у нас порядка 1100 путевками в этом году не обеспечено. То есть вот эта мера дополнительного ограничения, она не будет действовать на тех людей, которые у нас стоят и в этом году не обеспечены путевками. То есть они так и останутся стоять в очереди, им перерегистрацию никакую проходить не нужно будет. Сокращение в МВД не затронет Ненецкий округ. Об этом на заседании общественного совета заявил и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Не будут сокращаться органы внутренних дел в Крымском федеральном округе, Чукотском и Ненецком автономных округах и Еврейской автономной области. Иначе малочисленная структура просто будет сломана. Приказ о конкретных параметрах сокращения пока не подписан. Он был обсужден руководством МВД и в настоящее время обсуждается с представителями общественности. Как отметил министр, в целом по стране необходимо исключить из сокращения полицейских, работающих непосредственно с населением. Найти возможный резерв для сокращения в управленческом аппарате органов внутренних дел, а также в подразделениях вневедомственной охраны. Напомню, 13 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность органов внутренних дел России сокращается на 110 тысяч человек. На сегодняшний день в органах внутренних дел НАУ работает 411 сотрудников. Телеканал «Север» запускает новый цикл программ. О необычных и забавных историях зрителю расскажут герои новой программы «Однажды». Очередную группу браконьеров в результате планового рейда обнаружили надзорные органы округа. Список подозреваемых в незаконной добыче водных биоресурсов пополнили трое жителей Наринмара. Специалисты Центра природопользования и охраны окружающей среды обнаружили браконьеров во время очередного рейда недалеко от деревни Осколково. У одного из них был найден экземпляр семги весом 4 килограмма, которого он выловил без соответствующей путевки. Несанкционированная добыча семги может грозить рыбаку уголовным преследованием. Еще двое участников этой группы привлечены к административной ответственности за нарушение правил добычи водных биологических ресурсов. У них изъяты сети общей длиной 210 метров. Материал проверки направлен в управление МВД ПАНАО для принятия процессуального решения. Рыбачить, не нарушая закон, можно на специально отведенных для этого местах и по путевкам, отмечают специалисты. Приобрести их можно в Центре природопользования и охраны окружающей среды. На каждого рыбака выдается одна путевка сроком на сутки, которая дает право выловить по одному экземпляру семги и до 10 килограмм горбуши. Стоимость одной такой путевки составляет 1 тысячу рублей. Отчитаться за улов рыбаку нужно в течение пяти суток после удачной рыбалки. Если рыбак поймает больше, чем положено, то он записывает добычу в путевом листе, чтобы потом доплатить за перебор. В противном случае нерадивый добытчик предстанет перед надзорными органами. Ловля рыбы осуществляется по правилам северного рыболовства. Брошюру с правилами для рыбаков может получить каждый, обратившийся за разрешением на добычу рыбы. Квота на спортивное и любительское рыболовство на участке городском составляет 1500 тонн семги и 1035 тонн горбуши. В районе Чайкино по одной тонне обоих видов рыб. В Денинском округе каждый второй рыбак, каждый третий охотник. Именно с ними происходят забавные истории, которые с другими людьми произойти просто не могут. Как раз о таких необычных происшествиях делится со зрителями герои новой программы «Однажды». Гусь сел, с гордой головой так мать, ну как, не мать, она так кручет головой и туда, и сюда. Тихон Иванович Сидейский – заядлый охотник и рыбак, но, судя по всему, на охоте ведет себя благородно. Когда он, например, встретился с медведем, он тоже не стал стрелять в Топтыгина, а просто поговорил с ним по душам. Михаил Иванович Дорогой, с приходом, ты куда направился? Туда дальше, на восток? Там речка, речка, тебе сейчас не переехать там. Значит, ты будешься давай обратно поворачивай, слушай. А о том, как на охоте творятся подчас настоящие чудеса, нам рассказал тоже бывалый охотник и рыбак Алексей Медников. Вдруг из стаи гусенин падает в нашу сторону кувырком. Я у напарника спрашиваю, говорю, Олег Владимирович, вы ведь вроде не стреляли, он говорит, нет, не стреляли. Я говорю, а почему гуси-то падают? А вот Александр Дуркин, тоже большой поклонник северной рыбалки и охоты, рассказал нам о странностях иных пород рыб. Многие из них, страшно сказать, настоящие каннибалы. То есть частенько полагают себе на завтрак, обед или ужин себе подобных. Щука-то оказалась килограммов на пять, а у нее из пасти хвост вот тащит полутора килограммов чуть-чуть, и потом их взвесили. А та еще щука живая была, то есть она только заглотила ее, не успела еще даже туда, вот вроде как они глотают, и как их теолог, говорю, знаю, что они могут заглатывать, ну, не то что равных себе, чуть больше. А вот история, связанная с одним случаем на охоте, приобщила Сергея Мясникова к большой поэзии. Он с мужиками случайно встретился в тундре с Алексеем Пичковым и стал свидетелем его блестящего экспромта для земляков. Я собрался на охоту, вот нашел себе заботу, я тихонечко крадусь, на бугре уселся гусь. Желаю ведь вам парочку куличков, с большим приветом Алексей Пичков. Свои истории, которые нарочно не придумаешь, рассказывают наши земляки в авторской программе Андрея Чуклина «Однажды» на телеканале «Север». Смотрите на нашем канале новый проект «Истории от первого лица» в программе «Однажды». Это были все новости от наших корреспондентов. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова